Привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Поговорим мы с вами, дорогие мои, о канале Вредина Лайф на связи. Как давно я там не была. И вы знаете, наверное, я просто даже в один обзор не уложусь. Возможно, даже их будет два. В общем, сколько Ленка всего нового и интересного настрочила. Ну, как интересного? Бредового. Что она ещё может настрочить? Вот прикиньте, некогда полы помыть, некогда убраться. День рождения отмечать не будет ни у Кати, ни у Алисы. А тут мы узнаём, что тут прям целый пир на весь мир. Леночка собирается закатить. Это та нищая, у которой карточки были все просто в кредитах. И Ленке надо было срочно погасить кредит. И денег не было, у малышариков клянчила. И бабки на таблитосы тоже клянчила. Такая бедная, нищая, несчастная. Махе надо было на лекарства. И на всё ей нужны были деньги от малышней. А тут Ленка взяла всех малышей и удивила. И машину купила. Ну что, начинаем с вами читать и рассуждать. Вот монтирую вам влог. И думаю, повезло таки Алиске с дворовыми друзьями. Они все такие простые, дружелюбные. Без приколов там подговаривать кого-то. С ними реально классно и весело. Ну правильно, без приколов. Подговорить можно запросто. Вот Ленка и подговаривает. А ещё и заманивает, покупает. И Алиске, они совершенно неинтересны. Вернее, может, они интересны Алиске. Но только все эти друзья не обращают абсолютно никакого внимания на Алиску. А вот обращают внимание на Леночку, которая с ними играет и которая таскает пакеты. Со вкусностями, сладостями. Вот это да. А это называется покупка друзей. Дальше. Алиска ещё в школу не пошла. А меня уже её друзья спрашивают, можно ли они будут в школу её отводить. Первым Серёжа попросил. Я говорю, не, вот ты ушёл, даже пока не сказал. А если ты на полпути где-то её оставишь и тоже уйдёшь? Не, говорит, не оставлю. Не знаю, почему им всем так хочется водить её в школу. Да никому ничего не хочется. Просто понимают, что если будут водить и приводить, то Ленка будет одаривать подарками. Правда же? Дети хитрые, всё понимают. Но это же дети. А Ленка уже завоевала, завоевала интерес у детей именно вкусняхами всякими, подарочками. Вот поэтому дети и тащатся к ней, тянутся не к Алиске, а к Леночке. Дальше выкладывает Ленка скрин. Там написано. Елена, Серёжа к вам приходит. Простили вы его и будете прощать? Ленка пишет. Сейчас не приходит. Алиса в лагере. Он с друзьями во дворе. Я взрослый человек. Чего мне обижаться или прощать? Я просто делаю выводы. На данный момент чистота и общение меня вполне устраивает. Во как! А дальше она пишет. Давайте закроем тему о Серёже. Никто ни на кого не обижается. Я вообще не советую по жизни на кого-то обижаться или держать зло. Главное делать выводы. Просто сделал вывод, исходя из ситуации. И тогда больше в такую ситуацию не попадёшь. У нас всё друг с другом, все друг с другом дружат. Всё хорошо. Видится сейчас редко. Все заняты своим. И это хорошо. Во как! А Ленка-то нам распиналась. Это же надо было так поступить. И главное, что Ленка ж не может ничего сделать. Чужих детей она воспитывать и перевоспитывать не собирается. Короче, в очередной раз пацана обосрала. И как будто ни в чём не бывало. Ничего не случилось. Дальше. Ой, Алиса очень насмешила сегодня. Хотела пригласить свою вожатую из лагеря и её сынишку четырёх лет на день рождения. Я им написала, а у них в этот день день рождения у мужа. Я Алисе говорю, мы не сможем маленького мальчика одного позвать. За ним нужно, чтобы кто-то присматривал. А Алиса говорит, а я на что? Ну да, ну да. За Алисой, значит, присматривать надо. И Ленка не позволяет никому в школу отводить и приводить. А тут Алиска будет присматривать. И правда насмешила. Дальше. Звонит мне только что Катя. У нас свет отключили. Я лежу, реально засыпаю. Катя позвонила и начала кашлять. Беру трубку с охрипшим голосом, ей отвечаю. Она говорит мне, тата, скажи, будь ласка маме. Это папа, скажи, пожалуйста, маме. Я говорю, спасибо, конечно, за тата. Но это не он. Она начала смеяться. Говорит, это реально только что был твой голос. И вот прикиньте, вот нечего делать. Ленке нечего делать. Тут же с Катей поговорила. Катя там перепутала, да. И Гогосова быстрей давай строчить это в телегу. Вот скажите, ну как можно это расценивать? Ну это только можно расценить, что Ленка действительно провалилась в возрасте, ну максимум 10 лет, не более. И оттуда уже не выберется никогда. У нее нет подруг, у нее нет друзей, у нее нет нормального общения с семьей, с мужем, со старшими дочерями. Вот поэтому она и торчит в телеге. Там дети, которые ее понимают. Да, которые как раз таки ей по уму подходят. Дальше, значит, выложила фото Миры, которая лежит якобы под одеялом в простыне, завернувшись. И пишет, Миру пока подселили у Кати в комнате, чтобы остальные кошки ее не тревожили. Катя уезжала в магазин, приехала и пишет мне. Мира зарылась под одеяло и прислала фотку, как человек. Ну, Миру в итоге стерилизовали, в конце-то концов. Ой, теперь осталось кого там еще? Мурку и Маню. Но, мне кажется, Мурка не дождется стерилизации. Сейчас принесет снова котят. Ну и дальше. Как неприятно в выходной день просыпаться от орущей сирены. Да что ты, Леночка. По-моему, когда у вас орет сирена, ты и окошко открываешь. По-быструхе так, чтобы все услышали, что у вас сирена. Люди, наоборот, закрывают окна и отходят от них. А ты открываешь. Да. Утро началось у нас с того, что Алиска сквозь сон сказала кому-то. До побочения, до свидания. Наверное, снилось что-то из лагеря, что домой идет. Потом встала и начала мне рассказывать, что лев крутил ее стингер Флина и попал ей щупальцем в глаз. Чувствую сегодня только про лагерь и особенно про льва слушать истории и буду. Да, ребят, потому что вместо того, чтобы ребенок чем-то умным занимался, ребенок даже засыпает и во сне видит все эти мультики, все эти игры и всю эту дребедень. Ну и дальше Ленка решила пофилософствовать. Ей пишут, Сергей и другие ребята ведут себя как дикари. Я бы не хотела, чтобы моя девочка была в такой компании. Ну и ответ Ленки. Если детей не держать в ежовых рукавицах, то они все-таки выплескивают эмоции. А если держать в вашей компании все такие себе пареньки, то из них вырастут зажатые, закомплексованные люди, которые будут бояться позволить себе что-то и выпустить эмоции наружу. Скорее всего, в подростковом возрасте такие становятся геймерами и просто не вылазят из компьютерного кресла. Что таким родителям, как вы, скорее всего, даже удобно. А дети, подобные друзьям Алиски, гуляют компаниями в подростковом возрасте и живут эмоциями. Поэтому мне ее друзья даже очень нравятся. Слушайте, а как так живут и играют, да, в подростковом возрасте? А играют во что? Если Ленка придет в мафию, это что, хорошая игра? Это такая замечательная игра, что учит всему доброму убивать, резать и все прочее. Ну, или играть каким образом? Сидеть и зависать в телефонах? Ну, так, Ленка, ты назвала таких детей геймерами, которые не вылазят из гаджетов. Так чем отличается твоя Алиска от других детей? Абсолютно ничем. Вообще-то, отличается тем, что друзей ты ей покупаешь. Вот и все. Потому что если бы твоя Алиска сама с кем-то просто так дружила, без участия мамы, то вот это было бы дружба. А так это всего лишь переманивание детей на свою сторону. И это получается, что дети за вкусняхи только согласны находиться и даже не дружить, а просто находиться рядом с Алиской. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok